Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Всем привет из Канады. Как вы видите, у нас уже вовсю Рождество и Новый год. Торговые центры украшены уже елками, праздничными шариками, подарочными упаковками. Все очень красиво. Я вам немножко показываю Гуччи, но на самом деле сегодня мы идем в магазин Кос. Просто он расположен в этом торговом центре напротив магазина Гуччи. И я всегда, когда туда иду, в общем-то рассматриваю витрины, что новенького, что интересненького. Ну и как вы видите, Гуччи вернулся к своим истокам. Вот эти вот сумки а-ля 60-е, то, что они делали в 60-х годах, они снова их стали производить. Это витрина другого магазина. Это такой люксовый мультибрендовый магазин, тоже украшен елками. Как вы видите, шубы Тедди и вот эти вот известные дутики Прада. Там до этого была сумка из меха пельмень, которая, кстати, очень похожа, практически такую же мы встретим в магазине Кос. И я вам ее покажу. Это, кстати, очень интересно. Как масс-маркет, ну, не то чтобы копирует, но, в общем, вдохновляется люксовыми брендами. Ну, а теперь пойдемте уже в Кос. Собственно, туда мы и направляемся. Я хочу сказать, что витрины в Кос, как всегда, очень лаконичные, очень минималистичные. И, в общем-то, ничего удивительного в этом нет. Это всегда какие-то однотонные цвета, очень минималистичные фасоны, никаких излишеств, никаких ярких красок. Хотя внутри магазина много яркой одежды, но, с другой стороны, тут же я увидела свитер с оборочками, что привело меня в некоторое замешательство. Потому что это очень некосовский, так скажем, фасон. Но, видимо, они отходят иногда от своих фасонов и делают что-то такое веселенькое, интересненькое. В магазине много очень зимней одежды, очень много зимних свитеров, трикотажа, пальто. Вот это входная группа манекенов, на которых представлены все тренды, которые присутствуют в магазине Кос. Вот, кстати, свитер в полоску, что сейчас является супертрендом. Ну, как бы, ничего нового в этом нет. Свитер в полоску – это уже настолько старая история, что... Но, тем не менее, вот так периодически они входят в тренды. Вот вы видели, на одном из... Один из манекенов держит этот меховой пельмень, но он будет дальше потом в магазине. Я вам покажу. Лиловый цвет. Тоже все очень-очень... Уже мы знаем эти тренды все. Теперь, значит, вот шубы чебурашки. Как вы видели на витрине люксового магазина, также и вот в Кос они присутствуют. Там было белое. Здесь тоже есть белое, но здесь есть белые и черные. А чебурашка немножко другая. Вот не такая, как мы привыкли, а такой больше похож на каракуль. Понравилась мне очень эта блузка, я стала ее разглядывать. Она очень интересная. У нее, как бы, есть рукав, но он не вшит в пройму, как обычно. Вот видите, пройма, как бы, отделана, обработана. Кстати, сзади он на пуговицах. А рукава, как бы, пришиты сверху к плечам. И, в общем-то, не соединяются с проймой, а как бы, как будто такое крыло, знаете, вместо рукава разрезано. Так, интересная ткань такая сжатая, интересная очень блуза. Не очень мне понятно, как они все вещи висят в магазине. Тут же шубы, тут же легкие блузки. Может быть, имеется в виду, что можно создать вот такой вот комплект брюки, блузы и шуба сверху. Ну, может быть, не знаю. Вот этот кардиган был на манекене у входа. Это кардиган, стоит 150 долларов. И он, там, 4 цвета, по-моему. Вообще, для кос очень характерны вот такие вот цветера и кардиганы, многоцветные. И очень красивый многоцветный шарф за 150 долларов. Такой, знаете, прямо толстый, пышный и очень красивых цветов. Довольно интересная такая, такой жилет. Дутик такой жилет, который больше напоминает мне спасательный жилет в самолете или в лодке. Вот вы знаете, когда вы садитесь в лодку, вы надеваете на себя обязательно такой надувной жилет, чтобы не... на случай чего. Вот этот жилет, кстати, я хочу сказать, что... Вы помните, в магазине H&M я примеряла жилеты очень похожего, очень похожего фасона. Но этот немножко подороже и более такой интересный. Вот снова многоцветный кардиган. Еще этот называется Color Block. То есть вещь, которая состоит из нескольких цветов. И, в принципе, вот однотонных цветов, без рисунка. Но как бы вот они сочетаются между собой. Вот в кос очень много таких кардиганов. Период, например, вот как здесь бежевый, сзади зеленый, а рукава желтый. То есть три цвета. Иногда даже присутствуют четыре цвета. Очень часто они с карманами. Вот снова шуба. Не то под каракуль, не то под тедди. И, видите, немножко изменились они. Но, в принципе, это тот же мишка. Ну, вот стоит она 450 долларов. Немало. Еще один кардиган. Снова Color Block. И тут уже присутствуют три цвета. Белый, сиреневый и коричневый. Причем все они, эти кардиганы, сделаны с большим количеством махера. И за счет этого они очень пушистые, очень объемные. Вообще они очень объемные, потому что размеры тут экстрасмол. Но он такой большой. Он выглядит очень большим. Тоже очень большой кардиган. Тоже был на манекене при входе. Потрясающе красивый сиреневый цвет. Камера не передает. На самом деле он просто, ну, невероятной красоты цвет. Но тоже очень объемный. Он очень длинный. Он практически длиной с платья. И, в принципе, его можно даже носить как платье, я думаю. Если вот с какими-то тайцами или с кожаными брюками, будет очень-очень красиво. Есть много кашемировых шарфов и шапок. Бежевый, серый, розовый, пыльный розовый, вернее, и черный. Стоят они 135 долларов. Шапочка стоит, по-моему, 89. Сейчас мы посмотрим. Очень базовый фасон. Ну, как бы довольно базовые такие цвета. Кроме розового, все остальные прям супер базовые. И сделаны они из стопроцентного кашемира. Как бы достаточно дорогая вещь. Но кашемир никогда не был дешевый. Снова свитер. Ну, этот какой-то мрачный. Мне он не очень понравился. Я начала его снимать. Потом как-то так зависело. И снова очень красивый цветной тоже color block. Только это уже свитер. Там присутствуют белые, зеленые, черные цвета. Потрясающей красоты. И под него, это даже не зеленый, а такой, видите, морской волны, под него сделан шарф такой же расцветки. А вот известные, знаменитые, нынче очень трендовые панамы. Сделанные из бог весь какой-то чебурашки тоже за 80 долларов. Они есть в таком темно-зеленом цвете и белом. И вот она, самая эта вот сумка-пельмень. Очень похожая на ту сумку, которую я снимала в витрине люксового магазина. Только там она была коричневая, а здесь она из белой, такой, как будто бы под барашка. Ну, очень узнаваемый, конечно, дизайн. И украшения магазина Кос. Они всегда очень оригинальные. Не совсем в моем вкусе. Они не очень дешевые. Вот эта ожерелье стоит 69 долларов. Вот серьги к нему. Не могу сказать, что мне она нравится. Ну, необычная. Но не совсем в моем вкусе. Такой, знаете... Я бы назвала это украшение промышленного дизайна. Что, в общем-то, я не очень люблю такие вещи. Но неважно. Дело не во мне, на самом деле. Еще один кардиган. Очень базового серого цвета. 135 долларов он стоит. Он без пуговиц. Это такой короткий кардиган. На запахе, на завязочках. По-моему, вот эта вещь никогда не выходит из моды. И вещь, которая сейчас в тренде, по-моему, не очень долго отправляет. Продержится это вот такие ритузы. Не спортивные даже, а просто теплые. Которые стоят 290 долларов, потому что они сделаны из чистого кашибира. Абсолютные ритузы с такой резинкой внизу ноги. Тоже color black. Несколько цветов присутствуют. Не знаю. В общем-то, такая спорная вещь. Но тренды... Они для того и тренды. Красивое платье. Очень красивого цвета пыльные розы. Я бы сказала, что оно, в общем-то, где-то летнее. Но, видимо, это такой больше на выход. Поэтому и зимой его можно носить. Очень интересно сделано. Очень интересно оформлен рукав. Само платье. Вот видите, вот эти вот защипы. Какие-то фалты. Такой, знаете, необычный фасон. Но меня очень смущает вот этот шов спереди, в центре. Это, на самом деле, перед платья. И вот этот вот шов посредине, как бы, обычно это присуще таким не очень дорогим вещам. Не знаю, зачем они его всунули. Так сшили. Но, в общем, короче, так сшили. Еще один color block кардиган. Видите, на сей раз с карманами. На сей раз четыре цвета. Темно-синий, бежевый, белый на карманах и коричневая спинка. Вот это такой, знаете, косовская вот такой трейдмарк. У них очень много таких кардиганов. Было много осенью. Сейчас появились они зимние, более теплые варианты. В общем, они, как бы, не оставляют в магазин кос вот этот вот их дизайн. Есть пальто-пуховики. Но, вы знаете, мне кажется, они не очень прям такие теплые пуховики. Это такие больше осеннего плана пуховики. За 275 долларов. Он тоненький такой. Опять же, посмотрите на простежку. Вот он есть зеленого и черного цвета. Такими ромбами не полоски, вот как обычно традиционные пуховики. А ромбами простегнуты пальто. И также вот куртки. Видите, это темно-синее. Там были такого молочного цвета. Более простой формы ромбы. В пальто они более такие фигурные. А здесь, в общем-то, обычные простые ромбы. Но тоже вот ромбами простеганные пуховики. Есть распродажи сейчас до 70%, 50-70% на некоторые вещи, которые появились у них осенью. Пальто, свитера, юбки, платья, которые... Некоторые из них я, кстати, примеряла в моем прошлом влоге. Кстати, вот эту юбку я примеряла в прошлом влоге из кос. Очень она симпатичная. Плессированная юбка. Сейчас она на распродаже. Я в следующем видео сделала примерки вещей. Но примерки вот именно с распродажей, с отдела распродаж. Потому что я решила, что пока они есть, надо их попримерять. А вещи из новой коллекции я еще успею. Они еще висят в магазине. И никуда они быстро не денутся. Так вот, я примеряла некоторые вещи. Кое-что хотела купить. Но тут меня ожидал сюрприз. Потому что оказывается, что сейчас вещи, которые куплены на распродаже, они назад не принимают. Это окончательный сейл. И меня это немножко так смутило. Потому что я такой, знаете, делаю покупки иногда спонтанно. А потом прихожу домой, подумаю, решу, что мне это не надо. И, в принципе, всегда есть опция вернуть в магазин. А вот сейчас у них такая политика, что, может быть, это только в Канаде. Я не знаю, что вещи с распродажей они назад не принимают. Меня это как бы смутило и удивило. Потому что, ну, масс-маркет обычно как бы такие вещи странно. Но, тем не менее, вот есть украшения на сейле из стекла. Есть из пластиковых какие-то серьги. Они довольно дорогие у них. Там серьги стоили 50 долларов. 50% скидка. Эти, по-моему, стоят 60 долларов. И даже с 50% скидкой это довольно дорого. Потому что ничего особенного у них нет. Обычные черные пластиковые серьги. И, в общем-то, можно найти за эти деньги намного более интересные вещи. А за такого типа вещи намного дешевле. Все-таки это масс-маркет. Вот этот свитер тоже на сейле. Он 50% стоил. Он 150 долларов. Очень интересный, очень красивый. Мне даже как-то кажется, что это только рождественская, новогодняя тема. Вот блестки какие-то, золотая нить. В принципе, довольно праздничная вещь. Красиво-красиво синего цвета. И вот снова кардиган состоящий из четырех цветов. Только сейчас они более такие пушистые, более зимние. А этот, в принципе, такой более осенний, более легкий. Но тоже многоцветный. Это платье, я думала, тоже на распродаже. Но оно оказалось нет. Оно интересного фасона. Такое, знаете, косовское платье. Мне не очень понравился верх. Мне понравилась юбка. А верх вот такой, знаете, как обычная трикотажная футболка. Сделано как-то очень простит, мне кажется, его это платье. Но, не знаю, смешанное чувство оно у меня вызвало. Хотя фасон, конечно, интересный. Еще одно тоже очень красивое платье. Тоже сшито очень необычно. Тоже со швом спереди. За 175 долларов, я думаю, что уж можно было как-то постараться и хотя бы сделать один шов сзади. Но, тем не менее, оно очень красивое. Видите, такой ткань в сборку. В общем, необычный цвет. Это симпатичное платье и эта небольшая затравка на следующее видео моей примерки из магазина КОС. Как вы видите, я примеряла вещи с распродажей. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить мое следующее видео. Вас ждет много интересного. На сегодня все. С вами была ваша диета из Канады. Люблю, целую. Пока, пока, бай. С вами был Игорь Негода.